Друзья, всем-всем привет! Ой, время поздно, уже 4 часа. Я опять ездила. Хорошо, билет бесплатный. Вот и езжу. И все по делам. Ездила по делам, не думала, что что-то буду покупать. Ну, в итоге я купила. Девочки, я оделась в зиму. Купила себе сапоги зимние, замшевые. И купила себе, ну, балуневое пальто, повседневное. Потому что шубка у меня есть, с чернобурочкой такая, шубка легкая. Ну, вот сейчас шубки такие смотрю, легенькие. Ну, я ее одеваю так, не знаю, несколько раз там за год. А в основном хожу в повседневки. Я с этой повседневки со своей выросла. 11 лет этому пальто. Оно стало тонкое, какое-то короткое. Замочек здесь не держит. Ну, его вот так вот сделаешь, он весь расстегивается назад. В общем, пришла пора его заменить. И сегодня я думаю, ну-ка зайду я там в один магазин. Называется дамский каприз. Я там когда-то брала синее пальто. Оно у меня висит. Тоже очень редко его одеваю. Ну, и продавцы есть продавцы. Нашла мне подходящее по размеру. Вообще мне очень трудно подобрать размер. Во-первых, я высокая. Во-вторых, у меня длинные руки. Что не померяю, рукава короткие. Что не померяю, рукава короткие. Заочно никак не взять. Ну, и по объему тоже нужно смотреть. Ну, и насмотрела. Она мне там принесла пальтишко. Я там много очень перемерила. То широкая, то, знаете, ну, не мое. И цвет, кажется, не такой. А это дело, что-то мне прямо сразу оно село на меня. Мне так понравилось. Думаю, ну, на повседневку хорошо. Мне нравится. В общем, крутилась-крутилась, я его взяла. И взяла, вот я говорю, замшевые сапоги. Сейчас я вам покажу. Замшевые сапожки. Вот такие вот. Очень трудно. У меня сорок первый размер обуви. Очень трудно подобрать мне обувь, потому что у меня высокий взъем. Вот. Там она мне предлагала тоже замшевые. Галяшка вообще чуть ли не до колена. Но этот же размер. Узкие. Вот здесь вот узкие. Не могу напялить. Вот. А потом вот она принесла вот это вот. Ну, вот эти сапожки. Я померила. И они мне подошли. Вначале правый. Потом она мне принесла второй сапог. В общем, я надела. Ну, ничего. Нормально. Сейчас померяю. Вы посмотрите. Оцените. Застегиваться хорошо. Я говорю, они настоящие? Да, говорит, они настоящие. Я не понимаю в них особо. Вот. Вот такой тут мех прям толстый. Здесь вот так вот. Здесь вот так вот. Но, говорит, за этой обувью нужен уход. Какие-то прыскалки надо. Чтоб цвет. Ну, как. Ухаживать за самим замшем. И водоотталкивающие что-то вот такое вот надо. Сейчас я девочки надену, посмотрите. Чтоб вам видно было. Вот, все отсвечивает. Все отсвечивает. Я не знаю, вам видно или нет. Вот это маленечко круговато. Она, говорит, ну, меряет все в основном правый. А левый мало кто одевает. Поэтому вот так оно это. В общем, нигде ничего не дает. Мне удобно в них. Вот такая вот галяшка. Ну, хотелось бы, конечно, так вот повыше галяшку. Ну, я же говорю, у меня проблемная нога. Ну, так они лыжами не смотрятся. А другие замшевые я одела. Вот прям вот эти лыжи. Я говорю, ой, прям не соответствуют ноге. Это вот размер в размер идет. Девочки. Вот такую. Ну, вот так вот я там прошла. Мне удобно, мне хорошо. Они мягкие. Я, знаете, не хочу кожаные, потому что они настывают, что-то вот. Ну, надоело. Я давно уже хотела себе замшевые сапоги. Вот дела. Ну, сейчас пальто. Пальто померю. Посмотрите пальто. Так, друзья, вот такое вот пальтишко. Я даже не знаю, какой это цвет. Ну, не знаю, серый, что ли. Главное, рукава у меня здесь вообще отличные. Рукава. 50-52 размер. Здесь вот написано на эти детки. Вот такие вот карманы. Очень удобные. Знаете, прям... Ну, прям там, где должны быть, там и есть. И здесь еще вот старые карманчики. Ну, это, наверное, для чего-то. Ну, может, что-нибудь, может положить или что. Так, эти застегиваются. Вот сзади вот так вот. Друзья, подождите. Телефон звонит. В общем, шарф я буду сюда его поддевать. Капюшончик здесь. Капюшон как-то вот такой тесенкой регулируется. Я не знаю, как. В общем, вот такой капюшон. Здесь, друзья, никакого замочка нет. Вот, что я хотела, чтобы не было замочков. Просто обманочки вот такие, как вроде бы пуговички, да? Вот они. Мне нравится, что оно светлое. Она мне черное предлагала. Нет, черное не хочу. Потом какое? Такое, знаете, оливковое. Темно-оливковое. Ну, я его померила. Оно у меня все четыре. Большое вообще, большое. Вот остановились на этом. Вот сапогами, я не знаю, вот видно или нет. Вот так вот я буду выглядеть. Ну, я без кофты. Так, и, друзья, самое главное. Я еще купила себе придачу шапочку. Шапку купила вот такая вот. Такой фасон. Как шапочка-ушанка, что ли. Она говорит, вы носите шапки? Я говорю, я не могу себе подобрать шапку. Вот в шарфе я была, не говорю это. В палантине. В палантине. Я не могу себе подобрать. Она говорит, ну вот такую померите новиночка. И есть. Ну, просто сангорки. Ну, просто вот так вот конусом связаны. Я говорю, ой, я и так высокая. Еще вот этот конус, говорю, зачем он мне нужен. В общем, сейчас я вот эту поддену. В общем, друзья, я упакована. Вот так вот выглядит вот эта шапочка. Я не знаю, вам видно, нет? Знаете, она такая теплая-теплая. Я ее на себя надела, как будто бы, вот знаете, вот так и надо. Но она мне понравилась. Я не знаю. Мне комфортно. И в этом пальто, и в этой шапке. Она, слышно, что она теплая очень. Вот. И сапоги мне понравились. Мне все понравилось. В общем, я себя одела полностью. В зиму. Как вам, друзья, с цельником? Нет, тут не цельник, здесь просто. Размер. 50-52, девочки. Размер. В общем, напишите мне, как мне вот эта пальца. О, как она на мне сидит. Ну, мне нравится, друзья. Так тепло, так комфортно. Ну, вот это, вот это пальто можно и с ботинком. У меня ботинки есть. Я в том году брала ботинки себе. Можно и с ботинками носить. Так что. Ну, а шапку, конечно, я буду носить. У меня есть чернобурка-шапка. Но я в ней, как этот, не знаю, как называют. Ой, забыла, в общем. Мне она не нравится. Я ее давно покупала, и она мне не нравится. Вот, а это вот. В общем, а это мне нравится. Так, друзья, все. Я, конечно, довольна. Знаете, покупина походила. У нас особо... У нас особо выбора нет. Вот, а это дамский каприз. Она, знаете, там, как бы... Ну, прям смотрю, там женщины все меряют, и шутки. Ну, что-то подороже, имеет платья там красивые. Знаете, к Новому году уже подсматривает женщины. И кофточки меряют. Ну, в общем... В общем, и я. Она мне его там погладила. Говорит, давайте вы погуляйте тут полчаса. Я вам его проглажу. Все, оно уже было упаковано. Она мне его погладила. В общем, все сделала. Вот тут надо еще веревку оторвать. Она как-то запутывается в этом замочке. Мешает. Я ее... Я ее в замочек засунула. Надо ее оторвать. Вот так, друзья. И палантин мне пригодился. Вот. Его можно и под капюшоном. Но мне так больше нравится. Так, насчет дорожки, друзья. И дорожка мне нравится уже. Мне посоветовали немножко ее сдвинуть. Но я еще ничего не делаю, потому что я только приехала. Чай попила. У нас что-то воды нету. Ну-ка. Вот сейчас пошла. А то я приехала, а воды не было. Так, сейчас я нанесу. Лохматая. Приехала, а воды не было. Где-то что-то делали там в деревне. Дружка нет, Андрей говорит, в его стороне. Он там берет, там собачка есть. Но он там у меня болтается, этот дружок. Ну, дорожку. Я попробую. Чуть-чуть пододвинуть. Я попробую. А может пусть так лежит. У меня сильно не двинешь. И Тани была, она, чтобы погреб не перекрывать. Потому что если я буду ее прям сильно туда сдвину, это надо ее отодвигать, чтобы залезть в погреб. Нет, так нормально. Родственникам отослала посмотреть. Всем понравилось. Сказали, хорошо. Вовиной сестре послала, она говорит, ну да, вообще замечательно. Нравится. Мягенько, тепленько под ногами. Хорошо. Мука стоит, не пересыпала, надо пересыпать. Завтра я никуда не еду. Завтра нужно что-то постряпать, что-то сделать. Эти дни вообще в поездках. Я забеганная. Я ничего не готовлю толком. А завтра нужно что-то приготовить. Может, настряпываешь. Может, пирожков. Может, кто-нибудь каких-нибудь. Инди-клюшек. В общем, завтра я дома. Ну и все, друзья. Видео коротенькое. Напишите, как вам на мне одежды сидят. И все. До встречи. Всем пока-пока. Всем здоровья. И до завтра. Пока.